Борис Кригер Философия неосуждения Осуждение – первое, что приходит на ум, когда с нами поступают дурно. Поиск виноватого доведен до автоматизма. Осуждение – чудный инструмент, весьма удобный и совершенный. Осуждать легко и приятно. Зачем же отказываться от такого подарка нашего естества? В помощь к инструменту осуждения с раннего возраста у нас появляется нечто, что можно назвать мысленными весами справедливости. Очень удобные, особенно если учесть, что на них всегда можно обвешивать кого угодно в свою пользу. Но настоящим благом оказалась наша плохая и весьма ангажированная память, с помощью которой мы можем припоминать только то, что нам выгодно. В конце концов, даже очень долгая жизнь кажется короткой. Наша память сжимает все в точку, безжалостно отбрасывает, по сути дела, все, оставляя лишь какие-то не слишком адекватные воспоминания, обрывки мыслей и отголоски ощущений. А ведь наша жизнь, по сути, и есть только то, что мы помним о ней здесь и сейчас. Поразительно, что люди так сильно переживают за свою жизнь, за такой пустяк, и переживать-то нечего. Но вся философия и боголюбие наворочены только для того, чтобы хоть как-то обуздать эти переживания. Осуждение как форма оценки поведения и действий других людей имеет глубокие корни в человеческой истории и эволюции. В первобытных обществах способность осуждать и оценивать поведение других играла известную роль в выживании. Осуждение помогало членам сообщества избегать опасных и деструктивных поведений, а также способствовало поддержанию социальных норм и какого-никакого первобытного порядка. Психологически осуждение связано с такими механизмами, как социальное сравнение, проекция и защита собственного «я». Мы склонны осуждать других, когда видим в них качества, которые неприемлемы или нежелательны в нас самих, при том, что в себе эти качества мы можем отрицать и не замечать. Это помогает нам поддерживать положительный образ себя. В современном обществе осуждение выполняет несколько социальных функций. Оно помогает устанавливать и поддерживать социальные нормы и моральные стандарты. Кроме того, осуждение может служить способом выражения принадлежности к определенной группе или сообществу. С развитием интернета и социальных сетей способность осуждать стала более публичной и массовой. Люди могут легко высказывать свое осуждение и получать поддержку или критику от большого числа других людей. Это может приводить к усилению поляризации мнений и конфликтов в обществе. Важно отметить, что осуждение не является конструктивным или оправданным. Этические аспекты осуждения предполагают ответственность за слова и действия. Научиться осуждать осознанно и справедливо, если такое вообще возможно, а также понимать последствия своих оценок является важным и подчас недостижимым навыком для современного человека. Эволюция осуждения показывает, как этот навык изменялся и адаптировался вместе с обществом и технологическими изменениями. Способность осуждать является как защитным механизмом, так и инструментом социальной регуляции. И ее развитие продолжает оказывать значительное влияние на наше поведение и взаимодействие в обществе. Эволюция не осуждения в свою очередь представляет собой процесс, в ходе которого общество и отдельные личности учатся избегать критики и осуждения других, развивая вместо этого понимание, сочувствие и принятие. Безусловно, в основе неосуждения лежит и эмпатия, способность понимать и чувствовать, что испытывает другой человек. Это умение поставить себя на его место и представить, какие у него эмоции и переживания. Эмпатия, способность к сопереживанию, есть у некоторых животных. Исследования показывают, что такие виды, как приматы, дельфины, слоны, а также собачки и котики, могут проявлять эмпатию. Однако, способны распознавать и реагировать на эмоции других животных и людей, показывают заботу и поддержку. Например, собака может пытаться утешить своего хозяина, если видит, что он грустит. Это показывает, что эмпатия не ограничена только людьми, но и присуща другим видам в животном мире. С развитием общества и повышением уровня образования и осведомленности, люди стали больше понимать важность способности поставить себя на место другого человека. Эмпатия помогает видеть мир глазами других, что уменьшает склонность к осуждению. Бессомненно, развитие психологической зрелости играет важную роль. Люди, которые достигли высокого уровня эмоционального интеллекта, способны лучше управлять своими эмоциями и реакциями. Они понимают, что осуждение часто является отражением собственных внутренних конфликтов и неуверенности. Не менее очевидно, что в некоторых культурах и социальных группах активно продвигаются идеи толерантности, принятия и уважения к различиям. В таких сообществах осуждение считается нежелательным, и люди учатся находить способы разрешения конфликтов и недоразумений без критики и нападок. Как бы то ни было, многие религии и философские системы учат прощению, милосердию и смирению. Следование таким учениям способствует развитию способности не осуждать, а искать в людях и ситуациях положительные компромиссные стороны. По правде говоря, люди, прошедшие через трудности и столкнувшиеся с собственными недостатками, часто становятся менее склонными к осуждению других. Они понимают, что каждый человек имеет свои проблемы и слабости, и что осуждение редко приносит пользу. Эволюция неосуждения также связана с развитием глобализации и межкультурных коммуникаций. В современном мире люди из разных культур и с разными точками зрения как никогда ранее взаимодействуют друг с другом. И это происходит гораздо чаще. Это требует большей открытости, готовности понимать и принимать чужие точки зрения и образ жизни. А посему эволюция неосуждения – это сложный многогранный процесс, который включает развитие эмпатии, эмоционального интеллекта, культурного и социального влияния, религиозных и философских учений, а также личного опыта и самосознания. Этот процесс помогает людям становиться более терпимыми, понимающими и способными к конструктивному взаимодействию, без критики и осуждения. Необходимо упомянуть некий духовный закон, гласящий, что когда осуждаешь других, обязательно попадешь в ситуацию, где сам окажешься в положении, заслуживающем еще большего осуждения. Сей закон основан на принципе кармы или христианских принципах морального воздаяния. Говоря совсем уж ненаучно, этот закон предполагает, что осуждение других как бы создает негативную ауру или некую кармическую задолженность, которая в итоге возвращается к тебе самому. Этот принцип можно попытаться рационально объяснить так. Когда ты осуждаешь другого человека, ты фокусируешься на его недостатках и ошибках, не замечая свои собственные. Такое отношение создает внутри тебя негативное состояние, которое привлекает аналогичные ситуации. По сути, ты сам создаешь условия для того, чтобы оказаться в ситуации, где твои собственные недостатки и ошибки станут очевидными и подвергнутся осуждению со стороны других. Этот закон также подтеркивает важность смирения и самоанализа. Вместо того, чтобы осуждать других, лучше обратить внимание на свои собственные поступки и мотивы. Таким образом, ты можешь избежать негативных последствий и работать над своим личным и духовным развитием. Кроме того, этот принцип учит нас состраданию и пониманию. Когда мы осознаем, что все люди могут совершать ошибки и что никто не идеален, мы становимся более терпимыми и менее склонными к осуждению. Вместо этого мы учимся поддерживать и помогать друг другу в преодолении трудностей и недостатками. Непременно добавим, что можно рассмотреть этот духовный закон в более глубоком контексте. Осуждение других часто связано с нашими внутренними конфликтами, проекциями и незавершенными личными вопросами. Когда мы осуждаем, мы часто переносим на других те аспекты себя, которые не принимаем или не желаем видеть. А посему осуждение становится своего рода защитным механизмом, позволяющим нам избежать осознания собственных проблем. Вероятно, попадание в ситуации, где мы сами оказываемся под осуждением, может быть частью процесса самопознания и роста. Такие ситуации вынуждают нас сталкиваться с нашими уязвимыми сторонами и пересматривать убеждения и поступки. Это может быть болезненно, но также и ценно, поскольку помогает стать более осознанными и сострадательными. Как известно, в различных духовных и философских традициях подчеркивается, что все мы взаимосвязаны. И наши действия, мысли и слова влияют не только на нас самих, но и на окружающих. Осуждение нарушает эту гармонию, создает напряжение и разделение. Наоборот, принятие и понимание способствуют укреплению связи и созданию более гармоничного сообщества. Действительно, духовные законы, как и любые другие аспекты жизни, не всегда поддаются простым формулировкам и обобщениям. Они могут быть многоуровневыми и иметь множество нюансов, зависящих от индивидуального опыта, мировоззрения и культурного контекста. Обычно рассуждения на эту тему напоминают о притчах или философских размышлениях, где суть жизни упрощается до серии моментов, воспоминаний, которые влияют на то, как мы воспринимаем свое существование. Интересно, что человеческий опыт так разнообразен и в то же время удивительно схож. Мы все стараемся найти смысл или утешение в философии, религии, искусстве, чтобы как-то осмыслить или облегчить эти переживания. Это как попытка удержать песок в ладонях. Чем крепче сжимаем, тем быстрее он выскальзывает. Но, возможно, именно в этом и заключается противоречивая притягательность человеческой жизни. В постоянном стремлении понять и сохранить, даже зная, что многое будет потеряно. Без четких ориентиров, записей, свидетельств прошлого. Кажется, что и не было никакой этой длинной жизни. Многое о воспоминаниях давно уже изобретено нами заново, снабжено ошибочными интерпретациями. Невероятно, но факт. Многие наши воспоминания могут быть искажены или переосмыслены с течением времени. Это действительно удивительный аспект человеческой психики. Наша способность переписывать историю, чтобы она лучше соответствовала текущему восприятию себя и мира. С одной стороны, это может казаться обманом или самообманом. Но с другой, это способность адаптироваться и находить смысл даже в тех аспектах прошлого, которые могли бы нас беспокоить или огорчать. Как художник, который каждый раз переписывает свое полотно, исходя из настроения и изменений в его восприятии мира. Не могу сказать за всех, но мне кажется, что мои ощущения не оригинальны, как и мало что действительно отлично во мне от других. И это настойчивое ощущение, что наши переживания не уникальны, и что мы схожи с другими, может быть одновременно утешающим и вызывающим беспокойство. С одной стороны, оно напоминает о нашей общности с другими людьми, о том, что мы не одиноки в наших переживаниях и истреблениях. С другой возникает чувство, что мы теряем свою индивидуальность. Но, возможно, именно в этих общих чертах и заключается особенность каждого из нас. Мы все испытываем радость, грусть, страх, надежду, но каждый по-своему интерпретирует и выражает эти чувства, словно разные музыканты, исполняющие одну и ту же мелодию. Наша способность формировать суждения, пожалуй, и есть то, что заменяет воспоминания. Мы не способны ощутить не то, что во всей полноте, но и в малой части текущий момент. Нам многое совершенно неведомо о нас самих даже сейчас. Самый что ни на есть момент проживания этого самого неведомого. Наша способность высказывать суждения – не более чем естественная склонность воздуха пустынь создавать миражи. Возможно, в этом и заключается одна из наших основных черт – стремление видеть смысл и порядок там, где может и не быть ничего конкретного или определенного. По всей видимости, мы постоянно интерпретируем и переосмысливаем мир вокруг, пытаясь уложить его в рамки нашего понимания. Наша память, наши суждения – это инструменты, помогающие ориентироваться в этом бесконечно сложном и многогранном мире. И хотя воспоминания и суждения могут быть ненадежными, они все же предоставляют нам основу для построения взаимодействия с реальностью, пусть даже это и базируется на субъективно воспринимаемых и воссоздаваемых миражах. Казалось бы, всего сказанного достаточно, чтобы сделать разумный вывод, что не следует в обстановке такого неведения формировать какие-либо суждения и мнения о чем бы то ни было абстрактнее, чем непосредственные решения поддержания нашего текущего бытия, ну или борьбы со скукой текущего момента. Сей скептический подход к знанию и опыту заставляет нас задуматься о том, насколько мы действительно можем доверять нашим суждениям и восприятиям. В определенном смысле признание ограниченности нашего понимания может вести к более осознанному и осторожному подходу к формированию мнений и суждений. Однако, хотя такой подход может казаться разумным, люди по своей природе стремятся к самостийной интерпретации мира, даже когда полная ясность недостижима. Это стремление не только формирует культурные и философские основы общества, но и вносит вклад в нашу способность адаптироваться и процветать в меняющемся мире. Допустимо предположить, что даже в ситуации крайнего неведения мы не можем полностью избежать формирования мнений, поскольку они помогают нам выживать в повседневной жизни и общественных взаимодействиях. Таким образом, важно не столь избегать формирования суждений, сколь стремиться делать это осознанно и критически, взвешенно, признавая собственные ограничения и предвзятости. То есть формирование отвлеченных суждений можно допускать не более чем развлечения, ибо сие действия отвлекают нас от постоянного ощущения гулкой немощи нашего существа в непостижимой бездне бытия. Мои слова напоминают о философском направлении экзистенциализма, где акцент делается на индивидуальном существовании, свободе и выборе в контексте внутреннего и внешнего мира, который может казаться абсурдным или лишенным предопределенного смысла. Формирование абстрактных суждений действительно может служить развлечением или способом борьбы с чувством собственной немощи и беспомощности перед лицом неизведанного и необъяснимого. Это действие помогает чувствовать себя более уверенно, предоставляя иллюзорный контроль над тем, что происходит вокруг, позволяя исследовать различные гипотетические сценарии и моральные дилеммы в безопасной, отвлеченной форме. В итоге, даже если абстрактные суждения не всегда отражают реальность или приводят к практическим результатам, они обогащают наш умственный мир и могут служить отправной точкой для более глубоких размышлений о жизни, человечестве и нашем месте в мироздании. Но речь идет не просто о суждении нейтральном и никому не обидном, а об осуждении, яром, зычном и требующем немедленного исправления осужденной данности, а следовательно борьбы, активного вмешательства, героического поединка. Максима «не суди, да не суди им будешь» действительно глубоко отражает мудрость осторожности в вынесении суждений о других. Это напоминание о том, что суждение может обернуться против нас самих и о сложности человеческой природы и обстоятельств, которые мы не всегда можем полностью постигнуть. Такой подход требует терпимости и готовности признать, что каждый человек имеет свою собственную историю и свои причины для поступка, которые мы можем видеть как ошибочные или вредные. И если кто-то как-то поступает, то вполне возможно, что иначе поступать он не мог. Отказ от осуждения не означает игнорирование несправедливости или отсутствие стремления к исправлению ошибок, но подчеркивает важность справедливости, сочувствия и понимания в межличностных отношениях и общественной жизни. Наша способность ясно мыслить весьма сомнительна. От неточных до неизбежно ложных понятий языка мы и помыслить ничего не можем. Мощь нашего разума преувеличена в известной мере. Разума, не позволяющего нам оперировать в физическом мире, достаточно успешно. Более того, разума, что числится разумом, формирующим суждения, в особенности касающегося моральных категорий. Философ Людвиг Витгенштейн говорил, что границы нашего языка означают границы нашего мира, подчеркивая, как понимание ограничено теми инструментами, которые мы используем для его формирования. Витгенштейн верил, что большинство философских проблем возникает из-за непонимания логики языка. Он полагал, что язык сложен, и мы можем легко запутаться в нем, используя слова неправильно или вводя в заблуждение себя и других. Витгенштейн утверждал, что наша задача, как философов, заключается в том, чтобы показать мухе выход из бутылки, освободить наш ум от ловушек языка, чтобы мы могли ясно мыслить. Почитайте, пожалуйста, мою книгу «Философия Людвига Витгенштейна. Логика языка и его ограничения. Как язык определяет наш мир?» Язык действительно может вводить заблуждение и ограничивать, так как каждое слово несет с собой коннотации и предпосылки, которые могут искажать наше восприятие. Это особенно заметно в моральных и этических вопросах, где языковые конструкции и общепринятые понятия могут не полностью передавать сложность ситуации или чувств индивидуума. Разум в этом контексте становится инструментом, который в то же время является и орудием нашего освобождения, и оковами, ограничивающими наш взгляд. Поэтому многие философы призывают к скептицизму и самокритике как способом борьбы с этими ограничениями. Развитие критического мышления, умение ставить под сомнение общепринятые утверждения и стремление видеть мир с разных точек зрения могут помочь нам лучше понимать сложности человеческого опыта и моральных дилемм. Философский вопрос неосуждения рассматривается многими мыслителями на протяжении истории. «Стойки, такие как Эпиктет и Марк Аврелия, подчеркивали важность внутреннего спокойствия и невозмутимости». Прочтите мою книгу о Марке Аврелии и книгу о Синеке. Они учили, что осуждение других приводит к нарушению внутреннего мира и что каждый человек действует в соответствии с собственным пониманием добра и зла. Эпиктет утверждал, что человек должен стремиться контролировать свои собственные реакции и эмоции, а не поведение других людей. Буддийская философия тоже уделяет большое внимание неосуждению. А основатель буддизма, Будда, проповедовал сострадание и терпимость к другим, рассматривая осуждение как проявление эгоизма и невежества. В буддийской практике важно развивать осознанность и сострадание, чтобы понимать, что все существа страдают и действуют в соответствии со своими заблуждениями и желаниями. В христианской философии неосуждение занимает центральное место, что отражается в учении и практике различных христианских традиций. Основой этого учения служат слова и примеры Иисуса Христа, который неоднократно призывал к прощению, милосердию и любви к ближнему. В Нагорной проповеди Иисус сказал «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Евангелие от Матвея, глава 7, стихи с 1 по 2. Этот призыв к неосуждению стал ключевым элементом христианской этики и нравственности. Августин Блаженный, один из величайших христианских философов и теологов, писал о важности смирения и отказа от осуждения. Он утверждал, что только Бог обладает абсолютной мудростью и правом судить людей, поскольку только Он видит сердце и истинные мотивы каждого. Помимо Августина люди должны сосредотачиваться на собственных грехах и недостатках, стремясь к покаянию и духовному росту, а не на осуждении других. Фома Аквинский, почитайте мою книгу о нем, Еще один значимый христианский философ в своих трудах рассматривал вопрос о справедливости и милосердии. Он утверждал, что осуждение других без полного понимания их мотивов и обстоятельств является проявлением гордыни и может привести к несправедливости. Фома подчеркивал, что истинное христианское милосердие требует сочувствия и понимания, а не осуждения. Свидетельство о важности неосуждения также можно найти в учениях русских православных святых и старцев. Преподобный Серафим Саровский, например, учил своих последователей прощать и не осуждать, видя в каждом человеке образ Божий и потенциального святого. Он призывал к постоянному самоукорению и покаянию, считая, что только так можно достичь полного мира и гармонии. Постижай, дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Преподобный Амвросий Оптинский также говорил о важности неосуждения, подчеркивая, что человек не может знать всех обстоятельств и мотивов поступков другого человека. Он учил своих учеников и последователей смотреть на себя с критическим взглядом, а на других с милосердием и любовью. Таким образом, христианская философия неосуждения укоренена в самих основах христианского учения и подчеркивает важность смирения, милосердия и любви к ближнему. Эти принципы продолжают оказывать глубокое влияние на христианскую духовность и нравственность на протяжении веков. Жан-Поль Сартер, представитель экзистенциализма, акцентировал внимание на личной ответственности и свободе выбора. Он утверждал, что каждый человек несет ответственность за свои действия и должен избегать осуждения других, так как все люди свободны в своем выборе и должны жить, руководствуясь собственной аутентичностью. Нельзя не вспомнить Ильва Толстого. Хотя он не был философом в строгом смысле, он также рассматривал вопрос неосуждения в своих произведениях и личной жизни. Он проповедовал идеалы непротивления злу насилиям и призывал к любви и прощению, рассматривая осуждения как преграду на пути к духовному совершенству. Таким образом, многие философы и мыслители, начиная с античных времен и до наших дней, признавали важность неосуждения и стремились объяснить его значение для личного и общественного благополучия. В известной мере философия неосуждения представляет собой мыслительный подход, сосредоточенный на признании своей ограниченности, на понимании и эмпатии. Этот подход обходится без строгих оценок и критики в адрес других, призывая к осознанности и признанию множественности точек зрения. В основе философии неосуждения лежит убеждение, что каждый человек обладает уникальным набором опыта и знаний, формирующих его мировоззрение. Развитие такого подхода требует от человека глубокого самоанализа и понимания собственных предрассудков и убеждений. Чтобы не осуждать, важно научиться видеть ситуацию глазами другого, понимать его мотивы и обстоятельства, которые повлияли на его действия или точку зрения. Это не означает безоговорочное принятие всех его взглядов и поступков, но подразумевает стремление к более глубокому пониманию, прежде чем выносить суждения. Философия неосуждения находит применение в самых разных областях жизни, от межличностных отношений до международной политики. Она помогает снизить уровень конфликтности, улучшить коммуникацию и взаимопонимание между людьми. Важным аспектом также является внутренний мир человека, где не осуждение, помогает достичь более гармоничного состояния, избегая чрезмерной самокритики и негативного самовосприятия, а также негативного отношения к окружающим. Этот подход не исключает критику или анализ, но делает акцент на конструктивности и понимании, а не на осуждении и отторжении. Вместо того, чтобы сразу отвергать чужую точку зрения, философия неосуждения предлагает исследовать ее, пытаться понять основания и предпосылки такого мнения или поступка. Злиться на человека можно, осуждать нельзя. Злость – это естественная эмоция, которая возникает в ответ на воспринимаемое несправедливое или неприемлемое поведение. Она может быть мимолортной и не обязательно влечет за собой какие-либо действия или суждения. Это часть человеческого естества, эмоциональная реакция, которую каждый из нас время от времени испытывает. Осуждение же подразумевает вынесение морального приговора о другом человеке или его поступках. Это акт, который выходит за рамки простого выражения возмущения и злости и включает в себя оценку человека с позиции каких-то якобы объективных, внешних или личных стандартам. Осуждение часто несет с собой идею окончательности и необратимости, что может приводить к социальному и эмоциональному отторжению осуждаемого. Христианская этика, например, призывает к терпимости и прощению, где люди могут выразить свое недовольство или злость, но при этом стараются избегать осуждения, поскольку последнее подразумевает забвение возможности изменения и искупления виновного. Такой подход помогает поддерживать общность и взаимопонимание, даже когда возникают конфликты. Конструктивный подход к разрешению конфликтов оказывает заметное влияние на гармонию и развитие личных отношений. Осознание того, что каждый человек может ошибаться и что многие поступки часто вызваны сложившимися обстоятельствами, открывает дверь для взаимного прощения и роста. Это понимание способствует восстановлению отношений после конфликтов, поддерживая эмпатию и более глубокое понимание между людьми. Такой подход позволяет обеим сторонам учиться на ошибках, не испытывая чувства отверженности. Когда человек признает, что в аналогичной ситуации мог бы поступить точно так же, он подчеркивает общую человеческую уязвимость. Это добавляет искренности процессу прощения и делает его глубоко значимым. Такой подход создает атмосферу доверия и уважения, которая является необходимым условием для здоровых и взаимообогащающих отношений. Неосуждение и толерантность – это два взаимосвязанных, но отличающихся понятия. Неосуждение, как уже было отмечено, означает отсутствие строгого суждения или критики по отношению к другому человеку, его поступкам или взглядам. Это подход, при котором человек стремится понять других, не прибегая к осуждению оценкам. Толерантность же, в свою очередь, подразумевает уважение и признание права других на их собственные мнения, убеждения и стили жизни, даже если они существенно отличаются от собственных. В то время как неосуждение фокусируется на внутреннем отношении и сознательном уходе от критических оценок. Толерантность больше связана с внешним проявлением уважения к разнообразию. Однако эти два понятия тесно взаимосвязаны, неосуждение часто является основой для развития толерантности, поскольку, когда мы учимся не осуждать, мы становимся более открытыми к признанию и уважению различий. Толерантность включает в себя признание того, что каждый имеет право на свою точку зрения и способ жизни, даже если они не совпадают с нашими собственными взглядами. Это не обязательно означает согласие с этим взглядом или одобрение определенных поступков, но подразумевает отказ от их осуждения и принятие права на существование разнообразных мнений и жизненных путей. В свете сказанного неосуждение и толерантность дополняют друг друга. Неосуждение помогает внутренне примириться с разнообразием взглядов и стилей жизни, в то время как толерантность появляется во внешнем социальном измерении, где уважение и признание различий становится основой для гармоничного сосуществования. Тема современной толерантности становится все более актуальной и спорной. С одной стороны, усилия по продвижению инклюзивности, уважения к различиям – это замечательно, однако иногда это стремление к толерантности принимает форму, которая может вызывать страх и неуверенность. Люди опасаются высказывать свои мнения, боясь быть неправильно понятыми или обвиненными в нетолерантности. В таком контексте толерантность рискует превратиться в инструмент социального контроля, нового диктата, когда страх перед возможными последствиями заставляет людей избегать открытых разговоров о важных вопросах. Это может вести к подавлению свободы слова и мнений, а также созданию общества, где диалог и обсуждение уступают место молчаливому согласию. Обвинения в нетолерантности стали удобным инструментом по нескольким причинам. Во-первых, они часто активируют мощные социальные и эмоциональные механизмы. В современном обществе, где ценности, равенства, инклюзивности высоко ценятся, обвинение в дискриминации или предвзятости может вызвать сильную реакцию и поддержку со стороны общественности или определенных групп. Во-вторых, такие обвинения могут быть использованы как средства для достижения политических или социальных целей. Они могут служить как дискредитация оппонента или для отвлечения внимания от других, возможно, более значимых вопросов. Это может превратиться в тактику для усиления собственной позиции или для манипуляции общественным мнением. Без всякого сомнения, культура отмены, которая развивается в социальных сетях и других медиа, усиливает влияние таких обвинений. Люди могут чувствовать, что у них есть власть влиять на карьеру и репутацию других, используя платформы для распространения своих обвинений. Такая динамика может приводить к созданию атмосферы страха, несвободы и самоцензуры, где люди чувствуют себя несвободными выражать свои мнения из-за возможных последствий. Это, в свою очередь, угнетает открытый и честный диалог, который необходим для здорового развития общества. Можно провести параллели между современными обвинениями в нетолерантности и теми механизмами контроля и подавления, которые использовались во времена Инквизиции, особенно в средневековой Европе, где Инквизиция была учреждена для поддержания религиозной ортодоксии и борьбы с ересьем. Она использовала строгие методы расследования и наказания тех, кто отступал от официально утвержденных верований. В обоих случаях мы видим использование социального и институционального давления для поддержания определенных норм и ценностей. В рамках Инквизиции это была ортодоксальная религиозная доктрина, а в современном обществе – нормы толерантности и политкорректности. В обоих случаях обвинения могут служить инструментом для исключения социальной изоляции или даже разрушения репутации тех, кто воспринимается как угроза установленному порядку. Такие сравнения помогают понять, как в разные эпохи общество стремится регулировать и ограничивать мысли и поведение людей, иногда заходя слишком далеко в этих попытках. Это подчеркивает важность баланса между поддержанием социальной гармонии и сохранением индивидуальной свободы. Важно находить баланс между желанием защитить людей от дискриминации и нуждой сохранить открытость и честность в общественных дискуссиях. Такой баланс позволит развивать более здоровые, продуктивные формы взаимопонимания и сотрудничества. В обществе, где каждый жест и каждое слово известных людей подвергаются пристальному вниманию, осуждение становится своеобразным защитным механизмом. Люди часто оказываются в ситуации, где вынуждены осуждать других, боясь быть осужденными за свое молчание или бездействие. Этот порочный круг осуждения порождает не только атмосферу недоверия, но и усиливает разрыв между людьми. Нужно отметить, осуждение, продиктованное страхом, имеет корни в человеческой природе и социальной психологии. Теория социальной идентичности гласит, что люди стремятся поддерживать позитивную самооценку через принадлежность к определенной группе. Осуждая других, они подтверждают свою принадлежность к группе и избегают риска быть изолированными. Это создает илезию безопасности и морального превосходства, но в то же время усиливает разделение. Моральная лицемерия, явление, при котором люди осуждают других для того, чтобы казаться более добродетельными в глазах общества, еще более усугубляет эту проблему. Такое поведение часто сопровождается двойными стандартами, когда люди сами не всегда следуют тем же принципам, которые требуют от других. Но как преодолеть этот порочный круг? Во-первых, необходимо осознать, что осуждение, основанное на страхе, не приводит к реальной справедливости или моральному улучшению общества. Оно лишь создает иллюзию безопасности и принадлежности, одновременно увеличивая разрыв между людьми. Во-вторых, следует культивировать в себе терпимость и понимание. Это не означает одобрение всех действий и поступков, но предполагает отказ от поспешных выводов и осуждений. Каждый человек уникален, и его действия часто продиктованы обстоятельствами, которые могут быть непонятны окружающим. Наконец, важно создавать социальные структуры и сообщества, основанные на взаимоуважении и поддержке, где люди могут чувствовать себя принятыми и защищенными, не прибегая к осуждению других. Только так мы можем построить более гармоничное и понимающее общество, где каждый будет чувствовать себя частью целого, не боясь быть осужденным за свою уникальность. Осуждение из страха – это не путь к истинной морали и справедливости. Настоящее понимание и поддержка требует от нас большего терпимости, эмпатии, готовности видеть в других людях не врагов, а потенциальных друзей и союзников. В человеческой природе заложена склонность к осуждению. Мы осуждаем поступки и слова других, стремясь утвердить свои моральные принципы и социальные нормы. Однако этот процесс часто превращается в бесконечный круг, где осуждение порождает новое осуждение. И так продолжается до бесконечности. Часто мы не только осуждаем за конкретные действия, но и осуждаем других за их осуждение. Это создает сложный парадокс, когда осуждение становится самоподдерживающимся процессом. Например, мы можем критиковать кого-то за его негативные высказывания, тем самым, сам становясь объектом критики за наше осуждение. Это замкнутый круг приводит к усилению конфликтов и разобщенности в обществе. Парадокс осуждения можно объяснить через призму психологии. Осуждая других, люди стремятся защитить свои ценности и утвердить свое моральное превосходство. Однако, сталкиваясь с осуждением в ответ, они чувствуют угрозу своей идентичности и вынуждены снова осуждать, чтобы восстановить чувство безопасности и контроля. Этот процесс напоминает бег по кругу, где каждый новый виток лишь усиливает напряжение и недовольство. Как разорвать этот бесконечный круг осуждений? Во-первых, важно осознать природу этого парадокса. Осуждение само по себе не приводит к решению проблемы, лишь усугубляет их. Нужно научиться видеть в осуждении не инструмент изменения, а симптом более глубоких проблем в обществе. Во-вторых, необходимо развивать навыки эмпатии и понимания, вместо того, чтобы автоматически осуждать других. Стоит попытаться понять мотивы и обстоятельства, которые привели их к этим поступкам. Это не означает согласие с их действиями, но помогает уменьшить напряжение и найти пути для конструктивного диалога. Наконец, следует взращивать в себе культуру принятия и прощения. И знавая, что каждый из нас может ошибаться, и что осуждение не является единственным способом реагировать на ошибки, мы можем создать более гармоничное устройство общества. Осуждение за осуждение – это ловушка, в которую легко попасть, но из которого трудно выбраться. Преодоление этого парадокса требует усилий и сознательного подхода. Но результатом станет общество, основанное на взаимном уважении и поддержке, а не на бесконечном круге критики и осуждения. Нельзя осуждать осуждающего. Такое мнение звучит как парадокс, но оно поднимает важный вопрос о границах критики и самокритики в обществе. Если мы говорим, что нельзя осуждать тех, кто осуждает, это создает ситуацию, где критика становится односторонней. Это может вести к атмосфере, где любое высказывание может быть осуждено, но при этом нет возможности обсудить или оспорить основания такого осуждения. Это напоминает об основных принципах диалога и дебатов, где должна быть возможность до взаимного обмена мнениями и критики. В идеальном обществе критика должна быть конструктивной и направленной на понимание и улучшение, а не просто на осуждение или исключение. В одной далекой стране жил князь. У него был могучий тигр, заключенный в крепкую клетку. Однажды появился человек, решивший выпустить тигра на свободу. Тигр, следуя своим инстинктам, напал на людей, причиняя им страшные страдания. Мудрецы собрались на совет и задали князю вопрос. Кого нам осуждать? Тигра, напавшего на людей, или человека, выпустившего его из клетки? Князь, задумавшись, ответил. Тигр поступает согласно своей природе. Он не знает ни законов, ни морали. Осуждать тигра за его поступки бессмысленно. Однако человек, который выпустил его на свободу, знал, что может произойти, и должен был предвидеть последствия своего поступка. Значит, ответственность лежит на нем. Эти мудрые слова князя стали притчей для народа. В другой раз случилась схожая история. Один путник разжег огонь посреди леса, не подумав о том, как быстро пламя может распространиться. Ветер подхватил искры, и огонь начал пожирать деревья и дома. Мудрецы снова собрались и задали тот же вопрос. Кого нам осуждать? Огонь, который сжег все на своем пути? Или человека, который его разжег? Князь снова подумал и ответил. Огонь сам по себе не знает добра и зла. Он просто существует. Но человек, который его разжег, должен был осознавать опасность и быть осторожным. Значит, вина лежит на том, кто не проявил предусмотрительности. Таким образом, мы можем сделать важные выводы. Нельзя осуждать природу за то, что она действует согласно своим законам. Но человек, обладающий разумом и предвидением, несет ответственность за свои поступки и их последствия. А что, если речь шла бы о двух человеках? Вот в одной деревне жил Иван, известный своим безмерным остроумием и неутомимой тягой приключениями шуткам. Соседом его был Михаил, «Могучий мужик с характером более жестоким, чем дикий вепрь». Ваня, видимо, решив, что жизнь без вызова скучна, однажды придумал невинную шутку. Разбросал мусор у дома Михаила и украсил его забор карикатурами, достойными лучших сатирических журналов. Михаил, увидев этот шедевр, естественно, пришел в такое неистовство, что ворон на крыше соседнего дома сорвался и улетел к дальним родственникам. В ярости Михаил устроил погром в хозяйстве Ивана, и страдания последнего были более чем ощутимыми. Мудрецы деревни собрались, почесали затылки и задумались, кого же нам теперь осуждать? Михаила, который в ярости разнес хозяйство, или Ивана, который решил, что его провокация, шутка, это венец остроумия? Князь, который и так уже устал от этих бесконечных разбирательств, тяжело вздохнул и сказал, Иван, конечно, молодец, что решил подшутить над тем, кто может его в два счета в землю вбить. Его провокация – это просто образец безрассудства. Но Михаил, хотя и человек с характером, мог бы все-таки проявить немного больше сдержанности, чем медведь в берлоге, которого разбудили зимой. Так и получилось, что мудрецы деревни решили, провокация Ивана была глупа и безответственна, а реакция Михаила чрезмерно жестока. Один не подумал, другой не сдержался. Эти притчи напоминают нам, что мудрость заключается в умении предвидеть последствия своих поступков и сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Не стоит шутить с теми, кто сильнее тебя, особенно если они не отличаются спокойным нравом. А если все-таки решил подшутить, будь готов к последствиям и помни, что не каждый может держать себя в руках. Мудрость – это способность понимать последствия своих действий и сохранять спокойствие, даже когда провоцируют. Так что, если вам захочется разжечь огонь в чужой душе или выпустить на свободу внутреннего тигра, сначала подумайте, не окажетесь ли вы сами объяты пламенем или в плену когтей. Но главное, эти истории учат нас еще одному важному уроку – не стоит никого осуждать. Часто лучше проявить понимание и сострадание, ведь каждый поступок имеет свои причины, а осуждение редко ведет к решению проблемы. Осуждение – это проявление неодобрения или критики по отношению к действиям, мотивам или характеру человека, основывающиеся на установленных моральных, этических, социальных или культурных нормах. Этот процесс часто сопровождается отрицательным отношением к индивиду или группе за их поступки или убеждения. Психология осуждения может также означать проекцию собственных неосознанных чувств или черт характера на других, служа механизмом уклонения от личной ответственности и избегания столкновения с неприятными истинами о себе. В этом контексте фраза «я бы так не поступил» часто используется для подчеркивания разногласий с чужими решениями, выявляя различия в личных ценностях и подходах к решению проблем. Это замечание может иметь критический оттенок, указывая на веру в более высокую правоту собственных действий. Идея неосуждения прослеживается во многих культурах и традициях на протяжении веков, хотя она и могла проявляться в различных формах и контекстах. В древних восточных традициях, таких как буддизм, даосизм, индуизм, содержатся принципы, которые можно рассматривать как ранние формы идеи неосуждения. В буддизме, как мы уже упоминали, например, акцентируется важность сочувствия и понимания страданий других, а также отказ от жестких суждений. В индуизме концепция кармы и тармы также подразумевает глубокое понимание сложности жизненных обстоятельств каждого человека. В христианстве мы упоминали цитату из Евангелия от Матфея «Не судите, да не судимы будете». Христианская этика призывает к проявлению любви и милосердия к ближним, отходя от осуждения. Идея, что если ты осудишь кого-то, то и тебя осудят, в том же отражает один из ключевых принципов многих духовных и религиозных традиций, а также известная как закон бумеранга или «Золотое правило». В разных культурах и выручениях этот принцип формулируется по-разному, но суть его одна. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Здесь приходит на память и Эммануил Кант с его императивом. С точки зрения духовности этот закон подразумевает, что когда мы осуждаем других, мы на самом деле проецируем внешне те черты и ошибки, которые присутствуют в нас самих, но которые мы не хотим признавать. Таким образом, осуждение других может служить зеркалом, отражающим наши собственные недостатки или проблемы. Кроме того, во многих духовных учениях говорится о том, что все мы связаны друг с другом, и любые наши действия, включая осуждение, отправляют волны, которые возвращаются к нам обратно. Это возвращение может произойти в виде последствий для нашего собственного жизненного опыта, включая то, как другие люди будут реагировать на нас и наши поступки. Эти концепции направлены на культивирование сострадания, терпимости и понимания в отношении между людьми, побуждая нас быть более сознательными и осторожными в своих суждениях и действиях. В исламской традиции также присутствует идея неосуждения, особенно в контексте прощения и милосердия. В Коране говорится о важности прощения и уважения к другим, а также о том, что окончательное судейство принадлежит только Аллаху. Западная философия, начиная с эпохи просвещения, идея неосуждения также нашла свое отражение в подходах к толерантности, свободе мысли и выражении мнений. Философы, такие как Вольтер и Джон Стюарт Миль, подчеркивали важность свободы слова и мысли, а также толерантности к различным взглядам. В современном обществе идеи неосуждения и толерантности продолжают развиваться и адаптироваться к новым социальным и культурным реалиям. Они становятся основой для множества социальных движений, направленных на борьбу с дискриминацией, расизмом и неравенством. Таким образом, идея неосуждения, хотя и проявляется по-разному в различных культурах и традициях, обладает универсальными корнями и связана с уважением к человеческому достоинству и разнообразию взглядов. Этот подход, который подчеркивает важность понимания, сочувствия и открытости, множественности мировоззрений. Философские подходы к неосуждению многообразны и отражают разносторонний взгляд на этот вопрос. Прагматики, такие как Уильям Джеймс и Джон Дьюи, фокусируются на практических последствиях идей и верованиях. В контексте неосуждения прагматизм может вести к пониманию, что осуждение часто не приносит практической пользы и может мешать эффективному взаимодействию и пониманию. В конфуцианстве большой акцент делается на гармонии в отношениях и уважении к другим. Неосуждение в этой системе философии может быть связано с уважением к различным мнениям и стремлениям к поддержанию социальной гармонии. В современной философии, особенно в области этики и моральной философии, вопрос неосуждения рассматривается через призму уважения к разнообразию, индивидуальности и мультикультурализму. Философы, изучающие межкультурные отношения глобальную этику, часто обращаются к необходимости неосуждения как способу достижения более гармоничного и тоталитарного, и толерантного мирного сообщества. Каждая философская школа приносит дискуссию о неосуждении, свой уникальный взгляд, будь то через акцент на личной свободе, социальной гармонии, протить в практических последствиях или моральной ответственности. Эти разнообразные подходы обогащают понимание неосуждения, делая его многогранным и глубоко важным аспектом человеческого, социального и интеллектуального опыта. Моральные нормы и неосуждения тесно связаны, поскольку моральные убеждения и ценности часто определяют, как люди воспринимают и реагируют на действия других. Во многих культурах моральные нормы служат основой для оценки действий и поступков. Когда люди осуждают или одобряют действия других, они обычно опираются на внутренние моральные стандарты. Однако проблема заключается в том, что моральные нормы могут значительно различаться в разных культурах и социальных группах. Принятие позиций и неосуждения может быть также моральным выбором. Это подразумевает осознание отказа от строгих моральных суждений в отношении других, признание многообразия моральных взглядов и уважения к различным жизненным путям и решениям. Такой подход может способствовать более открытому и толерантному сообществу. Этический релятивизм, утверждающий, что моральные ценности и нормы относительны и зависят от культурного или индивидуального контекста, может способствовать пониманию и неосуждению. Это понимание того, что нет абсолютных моральных стандартов и ментальностей, может привести к более терпимому отношению к разнообразию моральных убеждений. С другой стороны, моральный универсализм, утверждающий существование общечеловеческих моральных принципов, также может способствовать неосуждению. Это может быть основано на принципах таких как уважение к человеческому достоинству, справедливость и сочувствие, которые служат основой для взаимопонимания и уважения к различиям. Без всякого сомнения, в ситуациях моральных дилемм, когда люди сталкиваются со сложными этическими выборами, неосуждение может помочь в понимании и принятии различных взглядов и решений, даже если они не совпадают с собственными убеждениями. Таким образом, моральные нормы и неосуждение взаимодействуют сложным образом. В то время как моральные убеждения формируют наше понимание правильного и неправильного, подход неосуждения призывает к уважению разнообразия этих убеждений и к развитию более глубокого понимания мотивов и обстоятельств, лежащих в основе действий других людей. Эмпатия играет ключевую роль в практике неосуждения. Эмпатия, как мы уже упоминали, это способность понимать и чувствовать переживания другого человека, вживаться в его положение и видеть мир его глазами. Эмпатия позволяет нам лучше понять, почему люди поступают определенным образом, когда мы понимаем мотивы, страхи и надежды другого человека, мы склонны быть менее критичными и более терпимыми к его действиям. Именно эмпатия помогает преодолевать предубеждения и стереотипы, так как она требует от нас увидеть ситуацию с точки зрения другого человека. Это может привести к переоценке наших суждений и предположений о других людях. Практика эмпатии способствует развитию толерантности к различиям. Когда мы чувствуем сочувствие к другому человеку и его переживаниям, мы менее склонны осуждать его за его выбор или поведение. Весьма символично, что эмпатия способствует укреплению межличностных связей и улучшению взаимопонимания. Она помогает нам видеть, что зачастую у нас больше общего с другими, чем нам может казаться, и что различия в поведении и взглядах часто объясняются обстоятельствами и жизненным опытом. Не погрешив против истины, отметим, что эмпатия также способствует саморефлексии и саморазвитию, заставляя нас задуматься о собственных реакциях и предубеждениях, что может привести к личностному росту и большему пониманию себя и других. Полагаясь на приведенные доводы, позволим себе сделать вывод, что эмпатия является полезным инструментом для развития неосуждения, помогающим видеть мир глазами другого человека и понимать, что каждый из нас имеет свою уникальную историю и обстоятельства, которые формируют наши действия и решения. Неосуждение включает в себя осознание того, что мы в лучшем случае можем контролировать только свои действия и реакции, а не поведение других. Это осознание помогает лучше управлять собственными эмоциями и отношением к ситуации, что является признаком эмоциональной зрелости. Отказ от осуждения может уменьшить уровень конфликтов и напряженности в межличностных отношениях, что способствует более гармоничному общению и снижению стресса, что благоприятно сказывается на эмоциональном благополучии. Неосуждение также включает в себя более мягкое и терпимое отношение и к самому себе. Это может помочь в развитии самоуважения, самоприятия, что является важным аспектом эмоционального взросления. Неосуждение способствует развитию толерантности к различиям и открытости, к новым идеям и перспективам. Это обогащает личный опыт и способствует более широкому взгляду на мир. Наконец, практика неосуждения ведет к более глубокой саморефлексии и осознанию личной ответственности за свои мысли, чувства и действия. Это углубляет самопознание и способствует развитию внутренней мудрости. Следовательно, неосуждение не только способствует лучшему пониманию взаимодействия с другими, но является важным фактором становления более эмоционально зрелой и сбалансированной личности. Следует признать, что в мире, где отношения стали, мягко говоря, более гибкими и разнообразными, чем когда-либо, концепция полиамории расцвела, предлагая рамки для согласованных, любящих отношений, включающих несколько партнеров. Однако, как и многие хорошие идеи, эта идея приобрела странный поворот в руках тех, кто, возможно, не совсем понял изначальный замысел. Встречайте полиодиумию, тактику вступления в несколько романтических отношений, в которых, честно говоря, все друг друга ненавидят. Полиамория для тех, кто блаженно неосведомлен о хаосе, который ждет впереди. Это празднование любви во многих ее формах, распространение привязанности и близости на несколько партнеров с прозрачностью и взаимным согласием. Но где-то по пути группа энтузиастов, но введенных в заблуждение людей, решила, что идею множественных отношений можно также эффективно применить к ненависти, как и любви. Так родилась полиодиумия, мир, где романтические запутанности отмечены не любовью и радостью, а взаимным презрением и бесконечными ссорами. Термин полиодиумия состоит из двух частей поли и одиум. Поли это префикс происходит от греческого слова поли, что значит много или несколько. В английском языке его обычно используют для обозначения множества или изобилия. Одиум. Этот корень происходит от латинского слова одиум, что значит ненависть и отвращение. Он является источником таких слов, как одиус, или русского слова одиозной. Вместе полиодиумия буквально переводится как много ненависти или несколько ненависти, передавая суть концепции, в которой человек вступает в несколько романтических отношений, характеризующихся взаимной враждебностью, а не любовью. Основной принцип полиодиумии прост. Если можно делиться любовью с более чем одним человеком, почему бы не поделиться своим самым горьким чувством ненависти. Это революционная концепция, превращающая теплую пушистость полиаморию в постоянно кипящий котел негодования. Представьте, что пытаетесь организовать ужин с тремя людьми, у которых у всех есть диетические ограничения просто на зло вам, или пытаетесь устроить выходные, где все соревнуются, чтобы испортить друг другу удовольствие. Это и есть суть полиодиумии. На первый взгляд может показаться, что полиодиумия звучит как сложная шутка, сарказм или социальный эксперимент, пошедший наперекосяк. Возможно, это так. Однако практикующие это новое движение крайне серьезны. Они собираются на онлайн форумах, чтобы делиться своими печальными историями, обмениваться стратегиями, как лучше поддерживать сеть ненавистных отношений, построенных на взаимной неприязни. Как вы поддерживаете огонь ненависти, спрашивает один пользователь. Все дело вообще не отвечает другой. Регулярно напоминайте своим партнерам обо всех вещах, которые вас в них раздражают. Отбрасывая сарказм, скажем, что однако не все так мрачно. Существует определенное извращенное товарищество, которое формируется, когда люди объединяются на основе своих общих жалоб. Регулярные ссоры и перебранки стали своего рода спортом, когда пары или тройки или четверки соревнуются, кто сможет придумать самые креативные оскорбления или кто дольше будет дуться после особо жесткой перепалки. Конечно, управление несколькими ненавистными отношениями это нелегкое дело. Это требует тонкого баланса извительных замечаний, осуждения, пассивно-агрессивного поведения и ровно столько презрения, чтобы не наскучить. Выгорание реальный риск, так как поддержание высокого уровня враждебности может быть изнурительным. Некоторые полиодумисты даже начали посещать групповые терапии не для того, чтобы наладить свои отношения, а чтобы найти более эффективные способы выражения взаимного отвращения без перехода к откровенному насилию. Несмотря на очевидные трудности, полиодиумия набирает обороты, появляются мастер-классы и семинары, предлагающие советы по навигации в этом лабиринте ненависти. Темы варьируются от эффективная коммуникация презрения до управления ревностью среди нескольких партнеров, когда вы всех их одинаково ненавидите. Это новый смелый мир консультирования по вопросам отношений, где целью является не гармония, а тщательно поддерживаемое состояние разлада. В конечном итоге, отбрасывая сарказм, признаем, что вся эта история выдумана нами, но полиодумия служит ярким напоминанием о человеческой способности даже самые добрые идеи превращать идиотизм, переворачивая с ног на голову. В то время как полиомория стремится расширить границы любви, она перетекает в полиодумию, которая проверяет пределы, сколько ненависти люди могут выдержать одновременно. Так что в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то говорит о своих полиоморных отношениях, вспомните о полиодумистах, мужественно старающихся ненавидеть как можно больше людей, осуждая всех одновременно. Неосуждение оказывает значительное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми, улучшая их качество и глубину. Когда мы избегаем осуждения, наше общение становится более открытым и честным. Люди чувствуют себя комфортнее, выражая свои мысли и чувства, зная, что они не будут осуждены. Это способствует более глубокому пониманию и доверию. Неосуждение помогает создать атмосферу безопасности и принятия, где люди могут быть собой, не боясь критики. Это особенно важно в близких отношениях, где необходимо чувствовать поддержку и понимание. Без всякого сомнения, практика неосуждения ведет к развитию эмпатии, что позволяет нам лучше понимать и сочувствовать другим. Это укрепляет связи и делает наши отношения более глубокими и значимыми. Несмотря ни на что, неосуждение помогает уменьшить число и интенсивность конфликтов. Когда люди не чувствуют себя атакованными или критикуемыми, они менее склонны к обороне и более открыты для диалога. Нужно отметить, неосуждение способствует атмосфере взаимного уважения. Вполне вероятно, что неосуждение позволяет нам учиться у других, обогащая наш собственный жизненный опыт. Взаимодействие с людьми, чьи взгляды и опыт отличаются от наших, может быть очень познавательным и способствовать личностному росту. Наконец, неосуждение способствует гармонии в отношениях. Когда мы избегаем осуждающего отношения, мы способствуем миру и пониманию, что делает наши взаимоотношения более спокойными, следовательно, неосуждение улучшает качество отношений, делая их более глубокими, искренними и гармоничными, что создает основу для здоровых, взаимоуважаемых и поддерживающих взаимоотношений. Весьма возможно, что неосуждение может играть ключевую роль в процессе самосовершенствования, помогая нам стать лучшей версией себя, ибо неосуждение, как это ни парадоксально, начинается с самого себя. Осознание и признание собственных ошибок, недостатков и слабостей без строгого самообличения позволяет нам принять себя и работать над собой с позиции понимания и сострадания. Весьма возможно, что практика неосуждения развивает способность понимать и управлять собственными эмоциями, а также принимать чувства других. Это улучшает межличностные отношения. В той же мере неосуждение способствует открытости ума и готовности учиться у других. Когда мы не занимаемся осуждением, мы более восприимчивы к новым идеям, мнениям и перспективам. Следует признать, что неосуждение помогает улучшить отношения с окружающими, приводя их к более глубокому пониманию. Удивительным образом отказ от осуждения может значительно снизить уровень стресса и улучшить общее удовлетворение жизнью. Когда мы перестаем постоянно судить себя и других, мы обретаем больше гармонии внутри себя. Не будет слишком смелым предположить, что неосуждение может научить нас гибкости и адаптивности. Понимание того, что каждый человек уникален и имеет свой путь, помогает нам лучше адаптироваться к изменениям и новым обстоятельствам. Наконец, практика неосуждения помогает развивать внутреннюю уверенность и независимость. когда мы перестаем опираться на оценку других как единственный критерий нашей ценности, мы начинаем больше доверять себе и своему внутреннему голосу. Таким образом, неосуждение не только способствует лучшему взаимоотношению с другими, но является значимым инструментом личностного роста и самосовершенствования, помогая нам развиваться в более сбалансированных, эмпатичных и эмоционально зрелых личностях. В политике и социальных отношениях неосуждение может играть значительную роль в борьбе с неравенством и дискриминацией, способствуя продвижению социальной справедливости, помогая осознать собственные предрассудки и стереотипы. Это первый шаг к их преодолению, что необходимо для создания более справедливого и равноправного общества. Неосуждение создает условия для открытого и инклюзивного диалога, в котором учитываются и уважаются различные точки зрения. Практика неосуждения может привести к изменениям в общественном сознании, способствуя более глубокому пониманию и принятию разнообразия. Не секрет, что неосуждение может оказаться мощным инструментом в разрешении межличностных конфликтов, поскольку оно способствует более конструктивному и понимающему подходу к взаимодействию. Ибо неосуждение требует от нас отказаться от предположений о мотивах другого человека и вместо этого стремиться понять его точку зрения, что помогает избежать недопонимания и ошибочных интерпретаций, практически всегда стоящих за конфликтами. Когда люди чувствуют, что их не осуждают, они меньше склонны к оборонительной тактике, агрессии и более открыты к диалогу. Это создает плодотворную почву для обсуждения проблем и поиска решений. Не вдаваясь в излишние дискуссии, осмелимся заявить, что неосуждение позволяет переключить фокус с поиска виноватого на поиск решения. Это способствует сотрудничеству и совместной работе над проблемой, а не над конфликтом личности. Известным образом понимание и сочувствие, внутренние компоненты неосуждения помогают лучше понять чувства и переживания другого человека, что способствует взаимопониманию и снижению напряженности. В какой-то мере неосуждение способствует гибкости во взглядах и открытости компромиссом, понимая, что собственная точка зрения не единственно верная, люди склонны искать согласованные решения. По всей видимости, достаточно очевидно, что разрешение конфликта с позицией неосуждения может укрепить отношения, так как обе стороны чувствуют, что их позиции и чувства уважаются и ценятся, что способствуют доверию. В своей другой книге «Разочарование в правосудии» я писал «Справедливость в современном обществе, так и в прошлом, есть лишь приближение к идеалу, но нисколько не обладание им или монополии на него. Поскольку справедливость предполагает максимально возможное приближение суждений к объективной истине, человеческие критерии ее поиска изначально будут обладать изъянами. А если институты, общества и государства, призванные санкционировать, придерживать и поощрять этот поиск, а также защищать его результаты, разбалансированные и несовершенные, отдаление от объективности экспоненциально умножается на каждую такую присутствующую в уравнении величину. Изначально люди всегда субъективны, они пристрастны, тяготеют к искаженным воззрениям, часто связанным с целым рядом факторов воспитанием, образованием, культурой, религией, идеологией и т.д. Каждый из этих факторов в свою очередь обладает собственными внутренними логическими преференциями, которые индивид воспроизводит, исходя из уровня развития сознания и осмысленности выбора и суждений. При рассмотрении дел в судах изначально система исходит не из сути события как такового или даже его общепринятой моральной оценки, но из критерия приложимости уже существующих норм права к наказанию того или иного преступления, которое надо доказать или опровергнуть. Так, существующая судебная система становится своеобразным поиском в тумане, сопровождающим поединки доводов, аргументов сторон, часто посредством формальной логики, способным увести процесс в сторону от справедливости как принципа. Так, справедливость становится формальной функцией правовой системы, которая в итоге притязает на его полное представительство. С моральной точки зрения это как раз приемлемо для общества, успокаивая его совесть и давая хоть какой-то ориентир для оценочных суждений. Однако, понятно, что формулировки как правонарушений так и в особенности наказаний по ним весьма условны, хотя часто наоборот, формулировки правонарушений недусмысленны, но наказаний да. Так, наказания попадают в заложники к субъективности и справедливость неизбежно превращается в химеру. Конец цитаты. Неосуждение может быть интегрировано и в образовательную систему через несколько ключевых подходов. Почитайте мою книгу «Учение или мучения». Во-первых, важно обучать учеников эмпатии и пониманию различных точек зрения. Это включает в себя изучение культурного и исторического контекста, влияющего на мировоззрение людей. Во-вторых, развитие критического мышления и способности анализировать информацию без предвзятости. Учебные программы должны включать обучение логическим и аналитическим навыкам, чтобы студенты могли осознанно оценивать информацию и делать собственные выводы. Третий аспект включает создание безопасного и поддерживающего образовательного окружения, где студенты чувствуют себя комфортно и могут выражать свободно свои мысли и идеи. Это способствует обучению критическому мышлению, уменьшению стигматизации и формированию толерантности. Интеграция программ обучения, направленных на развитие культуры уважения и понимания, а не осуждения, помогает создать более гармоничные образовательные сообщества, где каждый чувствует себя ценным. Современные медиа играют значительную роль в разжигании ненависти в обществе, но и формирование общественного мнения часто способствует усилению ненависти и разделенности. Медиа нередко используют сенсационные заголовки, чтобы привлечь внимание и увеличить количество просмотров. Такие заголовки часто преувеличивают или искажают информацию, что приводит к неправильному восприятию событий, искаженному мнению и способствует распространению страха и ненависти. Кроме того, медиа могут предлагать однобокое освещение событий, акцентируя внимание на крайних позициях и игнорируя умеренные. Это усиливает поляризацию и создает впечатление, что общество разделено на враждующие лагеря. Алгоритмы социальных сетей настроены на показ контента, который вызывает сильные эмоции, такие как гнев или возмущение. Это приводит к тому, что пользователи чаще видят негативные и поляризующие посты, что усиливает чувство разделенности и ненависти. Ложная информация, теории заговора могут быстро распространяться среди медиа и социальной сети, усиливая недоверие к различным группам и институтам. Это приводит к усилению страха и враждебности среди людей. Люди часто выбирают медиа, которые соответствуют их убеждениям и ценностям, что приводит к созданию информационных пузырей. В таких условиях сложно обмениваться мнениями и находить общий язык с теми, кто имеет другие взгляды. Медиа часто вырывает вещи из контекста, акцентирует внимание на негативных событиях и конфликтах, игнорируя позитивные примеры сотрудничества и взаимопомощи. Это создает у людей впечатление, что в мире происходит больше плохого, чем хорошего, усиливая чувство безысходности, отчаяния и отчуждения. Каждый житель со смартфоном оказывается в узком туннеле реальности, где алгоритмы социальных сетей создают эхо-камеры, подавая пользователям только ту информацию, которая подтверждает их уже существующие убеждения. Это изолирует людей друг от друга и затрудняет диалог между различными группами. В результате формируются разные параллельные реальности, где каждая группа живет в своем информационном пузыре, не имея доступа к альтернативным мнениям и фактам, что еще более усугубляет разделение и непонимание общества. Идеали медиа должны показывать разнообразные истории, отражающие различные жизненные ситуации и мировоззрения людей, что способствует расширению нашего кругозора и понимания разнообразия. Медиа могут примером демонстрировать, как проявлять эмпатию и уважение к различиям. Через образцы поведения и комментарии журналистов медиа могут подчеркивать важность неосуждения в общественном дискурсе. Еще один аспект заключается в том, чтобы медиа избегали усиления стереотипов и предвзятости. Это включает в себя критический подход к выбору тем и представления материалов, чтобы избежать создания негативных или искаженных образов других людей и групп. Не побоимся признать, медиа могут значительно влиять на наше понимание неосуждения, создавая информационное пространство, которое способствует уважению и взаимопониманию между различными социальными и культурными группами. Однако медиа этого не делает. Неосуждение может играть важную роль и в политическом дискурсе. Во-первых, политики могут использовать принцип неосуждения для создания атмосферы уважения и толерантности в обществе. Это включает в себя избегание негативной риторики и персональных атак на оппонентов, что способствует конструктивному обсуждению и поиску компромиссов. Во-вторых, политики могут выступать в роли образцов в области эмпатии и понимания различных точек зрения. Проявление уважения к мнению и правам других людей помогает создать общество, где разнообразие мнений воспринимается как сила, а не как причина конфликта. Третий аспект заключается в использовании неосуждения для сближения позиций разных социальных и политических групп. Политики могут активно пропагандировать ценности толерантности и уважения к разнообразию, чтобы способствовать объединению общества вокруг общих целей и идеалов. Таким образом, неосуждение может быть эффективным инструментом в политическом дискурсе, способствующем созданию полиогармоничного и уважительного общества, где каждый чувствует себя услышанным. практика неосуждения помогает нам принимать себя и других такими, какие мы есть. Когда мы не осуждаем себя за наши ошибки или несовершенства, мы можем чувствовать большую самоуверенность и удовлетворенность своей жизнью. Не погрешив против истины, отметим, что неосуждение способствует развитию более глубоких и искренних межличностных отношений. Когда мы не осуждаем других людей за их действия или убеждения, мы создаем атмосферу доверия и поддержки, что способствует нашему чувству принадлежности и счастья. Без излишних оговорок согласимся, что выход заключается в использовании неосуждения как уменьшения стресса и тревоги. Когда мы освобождаемся от необходимости судить и критиковать себя и других, мы можем более спокойно и полноценно наслаждаться моментом и радоваться жизни. Полагаясь на приведенные доводы, позволим себе сделать вывод, что неосуждение играет ключевую роль, в нашем понимании достижение счастья, способствуя уверенности в себе, гармоничным отношениям и эмоциональному благополучию. Как это не звучит парадоксально, неосуждение играет важную роль в развитии критического мышления. Удивительным образом практика неосуждения способствует открытости к разнообразию мнений и точек зрения. Когда мы не осуждаем других за их идеи или убеждения, мы становимся более готовыми анализировать и оценивать различные точки зрения, что способствует развитию критического мышления. Неосуждение помогает избегать предвзятости и стереотипов при анализе информации. Когда мы придерживаемся неосуждающего подхода, мы более склонны к объективному рассмотрению фактов и данных, что способствует более глубокому и комплексному пониманию ситуации. Еще один аспект заключается в использовании неосуждения для конструктивной критики и обратной связи. Люди, практикующие неосуждение, чаще склонны предлагать конструктивные идеи и решения, вместо того, чтобы ограничиваться критикой или осуждением. В свете сказанного неосуждение способствует развитию критического мышления, помогая нам становиться более открытыми, объективными и аналитически одаренными в нашем подходе к решению проблем и принятию решений. Следует признать, что неосуждение играет важную роль в борьбе с насилием. Весьма символично, что практика неосуждения способствует созданию мирного и уважительного общественного климата, когда люди не осуждают друг друга за различия и ошибки. Уменьшается вероятность возникновения конфликтов из-за межличностных разногласий. В той же мере неосуждение помогает разрешать конфликты конструктивным путем. Люди, практикующие неосуждение, чаще склонны к поиску компромиссов и сотрудничеству в решении разногласий. Еще один аспект заключается в использовании неосуждения для проактивного подхода к предотвращению насилия и агрессии. Практика неосуждения способствует распространению культуры мира и терпимости, что создает основу для устойчивых и гармоничных отношений. Не будем слишком смелым предположить, что неосуждение играет важную роль в борьбе с насилием и конфликтами. Нельзя не упомянуть, что неосуждение может сохранить психическое здоровье. Практика неосуждения способна снижать уровень стресса и тревожности. Когда мы не осуждаем себя и других за ошибки или недостатки, мы создаем гораздо более дружескую атмосферу вокруг себя. Непременно добавим, что неосуждение способствует повышению самооценки уверенности в себе. Когда мы не осуждаем себя или других, мы становимся более открытыми к самопостижению и личностному росту, что способствует формированию позитивного внутреннего диалога и укреплению психологической и психической устойчивости. Поразмыслив, признаем, люди, практикующие неосуждение, часто обладают более эмпатичным и терпимым отношением к окружающим. Очевидным образом, неосуждение играет важную роль и поддержание хорошего психического здоровья, способствуя снижению стресса, улучшению самооценки и созданию поддерживающих социальных взаимодействий. Ко всему сказанному, неосуждение играет ключевую роль в создании более справедливого и равноправного будущего. Без тени сомнения, практика неосуждения способствует формированию инклюзивного общества, где каждый человек имеет право на уважение и равные возможности. Когда мы не осуждаем других на основе их различий или убеждений, мы способствуем созданию атмосферы взаимопомощи и солидарности. Так или иначе, неосуждение способствует развитию гражданского общества и активной позиции. Люди, практикующие неосуждение, чаще готовы выступать за права и интересы других, что способствует укреплению демократических ценностей и прав человека. Строго говоря, практика неосуждения способствует более справедливому распределению ресурсов и возможностей, что ведет к уменьшению социальных разрывов и повышению общественной справедливости. Полагаясь на приведенные доводы, позволим себе сделать вывод, что неосуждение играет важную роль в формировании будущего, основанного на принципах равенства, уважения и справедливости. Это способствует созданию более гармоничного и устойчивого общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал без страха осуждения и дискриминации. Биохимия осуждения связана с активацией определенных нейрохимических процессов, когда мы выражаем или испытываем осуждение. Это включает в себя как эмоциональные реакции, так и когнитивные оценки поведения других. При осуждении могут усиливаться уровни кортизола и андреналина, гормонов, ассоциированных со стрессом, что приводит к ряду физиологических реакций, включая учащенное сердцебиение, повышенное давление. Также активируется амигдала, область мозга, отвечающая за обработку эмоций, что усиливает ощущение тревоги или гнева. С другой стороны, могут быть задействованы области мозга, отвечающие за социальное взаимодействие и моральные суждения, такие как префронтальная кора. Эти механизмы помогают нам оценивать и критиковать действия других с точки зрения социальных норм и ценностей. Идея создания лекарства от осуждения может показаться привлекательной, особенно в контексте уменьшения социальных конфликтов или личностных трений. Однако в реальности это предложение касается очень сложных и многогранных аспектов человеческой психики и социального взаимодействия. Осуждение, как и многие другие эмоциональные реакции, являются частью наших эволюционных и социальных механизмов. Оно может играть роль в социальной регуляции, помогая поддерживать нормы и ценности общества. Таким образом, полное излечение от осуждения может иметь неожиданные и даже нежелательные последствия для социального порядка и моральных ориентиров. Скорее, более реалистичный и этичный подход заключается в развитии навыков эмоционального интеллекта, улучшении межличностного общения и практике толерантности и эмпатии. Это может включать обучение, терапию и различные психологические техники, помогающие людям лучше понимать и контролировать свои реакции, в том числе и осуждения. Также нужно рассмотреть, что уменьшение осуждения не всегда полезно или желательно без критического осмысления контекста, в котором оно возникает. Например, осуждение несправедливых или вредных действий может быть необходимым для обеспечения социальной справедливости. Хотя справедливость всегда является тем, на основании чего развязываются кровавые войны, крестовые походы и революции. Слова «справедливость» и ему подобные нужно бояться, как чумы. Слышишь справедливость, жди беды. Указания в Евангелии «не суди» и «не судим будешь» как раз предостерегает от попыток восстанавливать справедливость. нужно руководствоваться целесообразностью, практичностью и любыми другими максимально удаленными от этики понятиями. Ибо как только появляется этика, жди беды. Опять же, в Евангелии сказано «накорми голодного, посети больного, одень раздетого, утешь плачущего». То есть сделай конкретное действие, направленное на решение проблемным, а не ищи справедливости и не осуждай. А посему лучшей стратегией является не попытка найти лекарство от осуждения, а развитие более глубокого понимания и уважения к различиям между людьми и их взглядами. Конец книги Корректор А.Кулакова